Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос и, значит, готов вам на него ответить. Итак, значит, вы пишите, общаемся с молодым человеком, переписываемся, интима не было, не знаю, как себя вести в постели с мужчиной. Ну вот, согласитесь, что здесь немножечко у вас сбивчивые высказывания, потому что, если вы общаетесь с мужчиной, то, вообще-то говоря, важно понимать, как вы с ним общаетесь. Что вы делаете при общении с ним? Вообще-то говоря, нужно понять, при каких обстоятельствах вы поднакомились с молодым человеком, какое смысловое содержание ваших переписок с ним. Потому что, понимаете, если вы переписываетесь с ним о каких-то вещах, которые, ну, являются чисто женской, например, активностью, или чисто мужской активностью, да, то есть нету каких-то вот общих у вас интересов, общих каких-то взглядов, каких-то ценностей, каких-то вот точек соприкосновения, то, на мой взгляд, ну, это будет общение такое очень узкое, потому что оно выстраивается на том, что вот есть я, и я женщина, и я, будучи женщиной, общаюсь с мужчиной, потому что он мне нравится как мужчина, и все. Ну, обычно такое общение приводит к тому, что люди сближаются, а потом, когда, после того, как они сближились, у людей возникают определенные проблемы, им не о чем поговорить, они друг друга ослабевают и так далее. То есть, вообще-то говоря, этот момент очень важен. Далее. Любопытно, что вы говорите про интим. То есть, интима не было. Непонятно, встречались ли вы с человеком, непонятно, было ли у вас с ним непосредственное взаимодействие. Ну, думаю, скорее всего, было, хотя вы об этом не говорите. То есть, непонятно, даже вообще являетесь ли вы парой с ним. То есть, общаться можно по-разному, да, можете общаться просто как случайные люди, как друзья, а можете как любовные партнеры. И вот непонятно, в каком аспекте вы друг друга вообще представляете здесь, по крайней мере, здесь непонятно. Соответственно, почему вы заговорили сразу про интим? Почему вы заговорили о том, что не знаете, как вести себя в постели с мужчиной? А кто-то знает, по вашему мнению, как вести себя в постели с партнером? Кто-то знает заранее? Нет. Только пробовать, пробовать реализовывать свои фантазии, смотреть на реакцию мужчины, смотреть на его поведение, спрашивать откровенно, разговаривать в постели. Вот это и является тем методом, с помощью которого люди учатся вести себя в постели. Говорить о том, что нравится вам, спрашивать о том, что нравится мужчине. Простите его говорить о том, что нравится ему или что-то не нравится ему. Пробовать различные варианты и смотреть, как его тело реагирует мужчина на это, потому что у разных людей по-разному реакция проявляется на одно и то же воздействие. Какие-то неудачи не воспринимать на свой счет и в первую очередь понимать, что мужчина, это именно мужчина, например, к чему-то оказался нечувствительным, это не ваша вина и так далее. Понимать, что не сразу человек открывается, не сразу человек доверяет. То есть, если вы готовы что-то обсуждать, то он может быть не готов к этому, понимаете. Вот такие вот вещи. То есть это очень интимно, очень лично и нужно деликатно, деликатности себя вести. Деликатно, но настойчиво и, в общем-то, уверенно. Далее. Значит, до этого были отношения с мужчиной. В интимном плане все устраивало, но вообще себя на мысли, что во время пухового акта боюсь полноценно получить оргазм и как бы, значит, сдерживаю себя. А вот с чем связано то, что вы боитесь полноценно получить оргазм? Вот с чем это связано? Отсутствие доверия партнера? Ощущение, что вы недостойны оргазма? Почему вы держите себя? Откуда мысль приходит? Нужно ее проанализировать. Вы говорите, вроде все устраивало в интимном плане, там вы дополняете, что у вас с этим мужчиной было все как бы по программе, да? То есть он откатал программу и все, на ваши вопросы говорю, что все нормально. А почему бы вы вообще эти вопросы задавали? Потому что, скорее всего, вас что-то не устраивало, да? Вам хотелось новых ощущений. А он вам эти новые ощущения не давал. И вы, вероятно, подумали, посчитали, что вы недостойны этих новых ощущений. Что это разврат, это плохо, что у вас нырные мысли и так далее. И вообще вы не имеете права на удовольствие. То есть вы отношение своего партнера к сексу перенесли на себя. Вопрос в том, почему, опять же. Почему вы считаете себя недостойной удовольствием, например? Также не стесняюсь сплетовать или заигрывать с мужчиной. Опять же, почему? Если вы считаете, что вы не принимаете себя. Если вы не принимаете себя, то необходимо постараться подумать, в чем вы себя не принимаете, что вы себя не принимаете и так далее. То есть не принимаете ли вы себя вообще или только как сексуальный партнер. Если только как сексуальный партнер, то это вам нужно к сексологу обращаться, чтобы он вам помог. Вот. Когда вы выпиваете бокал вина, то распрощаетесь. Ну понятно, контроль ослабевает. Вопрос, опять же, о природе этого контроля. Семейный, социальный, идеологический. А что доставляет мужчине удовольствие и сама получает? Ну, знаете как? Нельзя кому угодно хотеть доставить удовольствие. Это вот я к тому, о чем говорил в начале. Кому угодно удовольствие доставить вряд ли получится. Чтобы хотеть этого, нужно к мужчине испытывать чувства. Чтобы испытывать чувства, нужно человека узнать. Чтобы человека узнать, нужно общаться с ним не только как партнер. любовный, там, да, как бы вот речь идет о, там, допустим, партнере, скажем, гендерном, да. А именно как человек, как с личностью. Вот что важно. Как бы. Из-за того, что думаю, что делаю что-то не так или не получится. А что будет если не получится? Вы будете думать хуже о себе? Почему? Почему у вас могут появиться мысли, как бы, что вы хуже? И почему это зависит от других людей? Подумайте, пожалуйста, на эту тему. Далее. Общаясь с сестру, я знаю, считает меня, а, маленько распущенной. Так что с бывшим молодым человеком, распущенной, то что с бывшим молодым человеком сделали ранее ласки друг другу. И мне хотелось получить новое ощущение. А, знаете, распущенность, так, вот именно как понятие, как характеристика, это скорее, а, больше социальное. То есть распущенность, это когда вы, а, там, ненакомыми людьми сразу, там, начинаете приставать, говорить о сексе, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это можно назвать распущенностью. Но! Со своим молодым человеком, между вами только в постели, можете делать всё, что угодно. А сестра вас назвала распущенной, потому завидует вам. Она хотела бы это делать сама, но не позволяет себе. А вы позволили. И это её наставило чувствовать неудовлетворенность и зависть. Вы позволили, а она нет. Другой вопрос, почему вы с сестрой общались на эту тему? И откуда у неё, у сестры? Вот это вот понятие, понимание распущенности такое. Складывается у меня ощущение, что у вас семья такая вот довольно, знаете, зажатая, такая вот довольно, знаете, строгая в этом плане, в плане секса. И сестру зажали до конца, а вас нет. И у вас вот постоянная вот эта вот борьба. Борьба в семейных ценностях, например, как определённого социума. И, допустим, зла из собственных желаний. Ну и, соответственно, побеждает желание, потому что желание-то они никуда не деваются, а как бы социум в лице семьи постоянно вам говорит что-то негативное, например. И из-за этого вы чувствуете, что делаете что-то не так. Опять же, чувствуете, что недостойно. Ну вот здесь, пожалуй, нужно разбирать именно устои вашей семьи, например, и чем они продиктованы, почему они именно такие, и как они на вас влияют. И почему они вообще должны на вас влиять. Далее, значит, так. Нравится ли мужчина моральной ласки? Да, нравится. Так, значит, я сама первая, но стесняюсь. Думаю, как бы нынешний молодой человек не подумал, что я развратный. Нет, молодой человек не подумал, ему будет приятно, но для этого нужно, чтобы вы, для этого нужно, чтобы вы были в определённом уровне доверия. Чтобы вы были, например, все целовали, чтобы, может быть, у вас был, допустим, первый секс, может быть, да, и так далее. То есть вот так. Не сразу, не быстро. А так, мужчинам это нравится, но некоторые мужчины по этическим соображениям это отвергают. Некоторые мужчины по этическим соображениям это отвергают. Также после оральных ласков, то есть если вы ласкаете мужчину, он, возможно, не догонит целоваться с вами в губы. Имейте это, пожалуйста, в виду, мужчинам присуще подобное предъявление. Далее, как относится мужчина, когда девушка стонет? Ну, это результат того, что мужчина делает. И стон – это индикатор того, насколько девочке нравится то, что делает мужчина. То есть без стонов невозможно понять невербально, в правильном ли ты направлении движется. Какие пользы больше нравятся мужчинам? Ну, здесь, конечно, личные предпочтения. Личные предпочтения. И я полагаю, что если вы уже достаточно близки, если у вас был секс и не один раз, и оральные ласки были, то можно посмотреть, например, камасутру. Там различные позы, и вот пап создать эти позы и спросить, какую позу хотел бы попробовать мужчине, какую позу хотели бы попробовать вы, и попробовать эти самые позы. Только так можно понять, какие позы нравятся, потому что у всех все-таки свои предпочтения. А если мужчина делает массаж шеи и спины, когда еще разговариваем, то это он в одежде, его будет расслаблять, возбуждать, хотя я не умею делать, но считаю, что нужно пробовать. Да, вы правы, его будет расслаблять и будет возбуждать, и то, что вы не умеете этого делать, это еще больше добавляет истренности в то, что вы хотите. Ну, а научиться массажу не так уж и сложно. Как правильнее мужчине сказать, что хотел бы попробовать заняться любовью в ванне с, значит, пеной, и вообще как лучше преподнести, что хочется чего-то нового попробовать. Вы знаете, если вы будете думать над тем, как правильно сказать, то пока будете думать, у меня всякое желание пропадет. Закателись тут же, сказали, как есть и все. Только нужно мужчину приопнять и голос в голос сделать таким тихим, доверительным, интимным и немножечко таким, знаете, вот таким неуверенным, да, то есть просящим. Мужчине очень нравится, когда девушка его просто, мужчина, он чувствует себя более мудистым в такие моменты. Но говорить нужно так, как вам сказала моя коллега, то есть абсолютно как есть, честно и без стеснения. Значит так, и по поводу вашего дополнения. Ну, если говорить о сексе, то раскрепощение в сексе вам даст сексолог. Соответственно, на нашем ресурсе вы можете выбрать сексолога и поработать с ним. Если о раскрепощении говорить как о характеристике, о черте характера, то в таком случае можно говорить о том, что вы зажаты не в сексе, а зажаты вообще, как человек. То есть что-то в себе не принимается, какую-то часть себя вы не принимаете. Вот нужно понять, что именно и почему. И тогда, я думаю, проблема вас не разрешится. Неуверенность в себе, неуверенность в себе купируется самостоятельно на массажных этапах, купируется через построение такой вот схемки, как с одной листочек бумаг берете, на одной половине листка пишете свои плюсы, на другом пишете свои минусы и потом вы каждому из плюсов и минусов добираете антипод. Так, чтобы уравнять, чтобы у минусов были плюсы, у плюсов были минусы. И после этого, когда у вас появится такая вот двойственная структура, вам нужно будет стараться одним словом описать какое-то вот качество. И вот таким качеством себя принимать. Это процесс, довольно длительный процесс, но с помощью психолога его можно ускорить. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас возникли вопросы по каким-то неясностям в моем ответе, также пишите в личку. Буду рад помочь вам прояснить эти моменты. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует...